МИНИСТЕРСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КНР По мере восстановления экономики в Китае стабилизируется ситуация на рынке труда, хотя он все еще ослаблен из-за последствий пандемии. Такое заявление сделала министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин. По ее словам, в этом году в Поднебесной появится почти 12 миллионов выпускников. Чтобы у них не возникло проблем с трудоустройством, правительство предоставит льготы предприятиям, которые создадут новые рабочие места. Возрастет и количество ярмарок-вакансий, на которых молодые специалисты смогут встретиться с представителями компаний. Также министр сообщила, что по итогам прошлого года оборот фонда социального обеспечения превысил 13,5 триллионов юаней. Город Нинбо – важнейший транспортный узел, через который в Китай попадает высококачественная сельхозпродукция из Центральной и Восточной Европы. В прошлом году местные компании резко увеличили объем торговли со Старым Светом. И это только начало. Сотрудничество продолжит развиваться. Чтобы заключить внешнеторговые сделки на десятки миллионов юаней, представители одного из крупных импортеров вылетели в Европу первым из доступных чартерных рейсов. После пробных закупок в начале прошлого года мы стали эксклюзивными агентами в Китае для двух венгерских поставщиков говядины. Объем импорта нашей компании из стран Центральной и Восточной Европы в 2022 году достиг примерно 40 миллионов юаней. Эти поставки помогли расширить ассортимент продуктов, доступных китайским потребителям. Чтобы ускорить развитие бизнеса в этом сегменте и объединить ресурсы, многие компании из города Нинбо вошли в альянс по закупкам товаров из стран Центральной и Восточной Европы. Эта организация помогает оптимизировать и упростить множество процессов, связанных с таможенным оформлением, страхованием, хранением продукции и логистикой. Энергия ветра, солнца и воды все шире применяется в Китае, ведь один из приоритетов национальной внутренней политики – защита окружающей среды при сохранении высоких темпов экономического роста. Гидроэлектростанция Байхетань – важнейший объект зеленой энергетики КНР. Это инженерное чудо уступает по мощности только гравитационные ГЭС-3 ущелья, которые также находятся в Поднебесной. Сейчас мы в сердце ГЭС-Байхетань. Это электрогенераторная установка мощностью в миллион киловатт. Ее высота 50 метров. Агрегат весит более 8 тысяч тонн. Он тяжелее, чем Эйфелева башня. И тем не менее, это самое высокотехнологичное оборудование на всей электростанции, а может и во всей гидроэнергетической отрасли. Отклонение между гидротурбиной и генератором составляет менее 0,15 миллиметра. Это тоньше человеческого волоса. Генераторная установка ГЭС-Байхетань разработана и спроектирована в Китае. Она обладает самой большой автономной мощностью в мире. 16 энергоблоков агрегата ежегодно вырабатывают достаточное электричество для территорий с населением 75 миллионов человек. Тайканавты миссии «Шэньчжоу-15» совершили успешный выход в открытый космос из орбитальной станции «Тяньгун». Такими данными поделилось управление программой пилотируемых космических полетов КНР. Для экипажа это уже вторые внекорабельные работы. Их выполнили Фэй Дюнь Лун и Джан Лу при технической поддержке Дэн Цин Мина, который оставался на борту. Тайканавты решили все необходимые задачи и благополучно вернулись на станцию. До возвращения на Землю тайканавтам предстоит провести еще несколько внекорабельных операций. На центральной пешеходной улице Пекина Тяньмэнь и в других городах Поднебесной прошли торжественные мероприятия в честь начала традиционного фестиваля «Поощрение потребления». Министерство коммерции и медиакорпорация Китая проводит его по всей стране. Цель этой акции – повысить интерес к товарам производства КНР и стимулировать восстановление внутреннего рынка. Организаторы фестиваля запланировали множество ярких и масштабных мероприятий, из которых более 25 пройдут в регионе Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй. Повысить потребительскую активность в стране помогут ярмарки известных китайских брендов, автомобильный салон, международная неделя моды, фестиваль гастрономического туризма, мебельная выставка и многие другие тематические события. Редактор субтитров А.Семкин